Здравствуйте, уважаемые родители! Меня зовут Катарабай Алиса Юрьевна. Я психолог теоретического лицея со спортивным профилем «Клория». Сегодня я хочу поговорить с вами о дистанционном обучении. С марта месяца в Молдове дети осваивают школьные предметы дистанционно. Родители при этом были вынуждены взять под контроль домашний учебный процесс. Как взрослый может облегчить себе и ребенку новый режим? Попытаемся разобраться в этой презентации. В первую очередь следует сохранить и поддерживать для себя и ребенка привычный распорядок и ритм дня. Время сна и бодрствования, время начала уроков, их продолжительность и даже переменки. Риски изменения режима дня могут вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и привести к излишнему напряжению и даже стрессу. Родителям и близким ребенка важно самим постараться сохранить спокойное, адекватное и критичное отношение к происходящему. Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослого. Опыт родителей других стран показывает, что потребуется некоторое время на адаптацию к режиму самоизоляции. И это нормальный процесс. Ведите себя спокойно, сдержанно. Не избегайте отвечать на вопросы детей о коронавирусе, о проблемах дистанционного обучения. Но и не погружайтесь в длительное обсуждение ситуации пандемии и ее рисков. Не смакуйте подробности ужасов из интернет-сетей. Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы получаете от школы по организации дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь только на официальную информацию, которую вы получаете от классного руководителя и администрации школы. Школе также нужно время на то, чтобы организовать этот процесс. В настоящее время существует целый ряд ресурсов, помогающих и родителям, и педагогам в дистанционном обучении, например, и эдукация онлайн. Многие родители уже используют эти платформы, поскольку они содержательно связаны с образовательными программами. Родители и близкие школьников могут повысить привлекательность дистанционных уроков, если попробуют освоить некоторые из них вместе с ребенком. Вы можете задать ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии, и тогда урок превратится в увлекательную, познавательную игру занятия. Для ребенка это возможность повысить мотивацию, а для родителей лучше узнать и понять своих детей. Во время вынужденного нахождения дома вам и ребенку важно оставаться в контакте с близким социальным окружением посредством телефона, мессенджера. Однако необходимо снизить общий получаемый информационный поток. Для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, достаточно выбрать один новостной источник и посещать его не чаще одного-двух раз в день. Например, утром после утренних дел и вечером, но не позже, чем за два часа до сна. Это поможет снизить уровень тревоги. При общении с близкими старайтесь не центрироваться на темах, посвященных коронавирусу и других темах, вызывающих тревогу и панику. Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать социальных сетей, переполненных информационным шумом, а иногда и дезинформацией. Выберите сами один мессенджер, например, Telegram, WhatsApp, Viber и попробуйте перенести важное общение туда. Лучше избегать частого посещения чатов с обсуждением актуальной ситуации в мире. Достаточно заходить туда один-два раза в день. Любой чат в мессенджерах можно поставить на бесшумный режим и лишь при необходимости заходить туда. Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка и совместные со взрослым дела, которые давно откладывались. Не надо ребенка все время развлекать и занимать. Главная идея состоит в том, что пребывание дома – не наказание, а ресурс для освоения новых навыков, получения знаний, для новых интересных дел. Находясь дома, ребенок может и должен продолжать общаться с классом и друзьями. Родители могут подсказать идеи проведения виртуальных конкурсов и иных позитивных активностей. Можно предложить подросткам начать вести собственные видеоблоги на интересующую их тему, например, спорт, музыка, кино и кулинария. На этом все. Если у вас возникнут вопросы или вы и ваш ребенок нуждаетесь в психологической консультации, обращайтесь к психологу вашего лицея. В этом вам может помочь ваш классный руководитель. Ну а вам спасибо за внимание. Берегите свое здоровье. Ваше здоровье в ваших руках.